15 часов переговоров и, наконец, пришли к соглашению. Лидеры стран Евросоюза нашли решение миграционной проблемы. Ну, по крайней мере, им кажется, что согласованные меры снимут напряженность в Европе, вызванную потоком миллионов беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Вот что это за решение и о чем еще смогли договориться на саммите в Брюсселе, знает Елена Абрамович. Программу саммита лидеры ЕС изменили в последний момент. Проблемы с миграцией, торговая война США оказались настолько значительными, что даже вопрос о присоединении балканских стран к ЕС пришлось отложить еще на год. И без этого спора в Европе хватает. На второй план отошел и Брекзит. Все это спровоцировала Италия, которая стала требовать пересмотра общеевропейских правил распределения мигрантов. В прошлом году на долю этой страны пришлось более 60% беженцев, которые попадают в Европу посередино-земноморским маршрутом. Евросоюз же на фоне снижения потоков миграции в другие страны, кризисное положение в Италии замечать не хотел. Многие говорят о кризисе, но мы говорим о цифрах. И сегодня они более чем на 80% ниже, чем в прошлом году. То есть мы имеем дело с вполне управляемыми цифрами и не стоит паниковать. Новый премьер-министр Италии, который впервые участвовал в саммите, нашел способ обратить внимание на проблему. Он стал витировать все подряд решения лидеров, пока не добился более-менее внушительных обещаний в вопросе миграции. Такое поведение вызвало у многих возмущение. И в результате саммит затянулся почти до пяти утра. Но все-таки компромисс был найден. Хотя еще пару дней назад в противоположном была уверена даже немецкий канцлер Ангела Меркель. То, что нам удалось достичь общего мнения по самому сложному вопросу, миграция, это хороший знак. Мы договорились о пяти главных принципах, но по двум касающимся вопроса о процедуре предоставления убежища по-прежнему необходимы политические консультации. Но я оптимистично настроена на продолжение работы, несмотря на то, что еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть разногласия. Договорились создать центры для мигрантов в тех странах, которые на это, что важно, добровольно согласятся. Отмена принудительного распределения беженцев особо порадовала Венгрию и Польшу, которые упорно отказывались принимать мигрантов по установленным ЕС-квотам. Это очень хороший компромисс. Мы достигли того, к чему стремились. Есть положение на тему переселения на добровольной основе. В новосозданных центрах Евросоюз будет определять, кого отправить домой, как экономического мигранта, а кому дать статус политического беженца. И тут попахивает колючей проволокой, написали западные СМИ. Кто именно согласился на такие центры, пока непонятно. Раньше Франция с Италией предполагали их создание за пределами ЕС. Но, например, Албания сразу заявила категорически против, даже если ей за это пообещают членство в Евросоюзе. Поскольку некрасиво, цитирую, держать в лагерях людей, как отбросы. Впрочем, в Брюсселе пока настроены весьма оптимистично. Этой ночью мы сделали важный шаг. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения или триумф взглядов отдельных наций. Но нам удалось найти европейское решение. Довольный итальянский премьер перестал вставлять палки в колеса. И даже не протестовал, как обещал ранее, против продления экономических санкций Евросоюза в отношении России. Лидеры без обсуждения оставили их в силе еще на полгода. А также призвали Москву признать свою ответственность за сбитый в июле 2014 года в небе над Донбассом Боинг с ремостами, сотнями пассажиров на борту. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Европейское бюро телеканала Интер. Абрамович, Вадим Сверидонов.